В Нижнем Новгороде определились суперфиналистов окружного этапа конкурса «Лидеры России». К решающим испытаниям допустили порядка 400 участников. Чтобы победить, им было необходимо провести мастер-классы для школьников и набрать максимум баллов в командной игре, решении бизнес-кейсов, тестировании. Как себя показала команда из Чувашии и кто уже стал лучшим управленцем Приволжья? С подробностями Дмитрий Ковалев. Я считаю, что у нас сбалансированные семейные отношения. Мы партнеры, мы вместе растем, развиваемся. У нас нет такого ярко выраженного лидера. Отвечая на наши вопросы, Александра Соболева еще не подозревала, что этим же вечером получит путевку в суперфинал конкурса «Лидеры России». За победу в пятом сезоне проекта она боролась вместе с мужем Алексеем, который руководит отделом в департаменте Минэкономразвития страны. Супруги признаются, что изначально были настроены на успех. Я его заинтриговала, я приехала такая в подпечатлении, мне сказала, что Леша надо. И на следующий год уже я его немножко подпинула, говорила, давай, ты вовремя решил тесты, ты все сделал там по времени, все нормально, и вот мы теперь оба в финале. У нас показатель эффективности минимальный стоит. 50% семьи должно быть в финале, в суперфинале. Мы надеемся, да. И тогда второй почувствует тоже причастность к выигрышу. Придется еще раз участвовать, получается. В окружном этапе проекта лидеры России победила заместитель исполнительного директора группы компании «Эстет» Юрий Алексеев. В прошлом сезоне он также был финалистом конкурса. Говорит, что в этом году ему пригодились и методы работы с персоналом на предприятии. В круг моих обязанностей, среди прочих, входит управление персоналом. И в нашей компании мы внедрили такой элемент мотивации, как корпоративная валюта. И вот эта система, которая очень хорошо работает и дает неожиданные иногда результаты, когда люди в больших цехах совместно копят эту самую корпоративную валюту. Изначально только на окружной этап конкурса подали более 24 тысяч заявок. До финала допустили 400 участников. 14 человек представляли Чувашию. Участвую на этом конкурсе. Я увидела свои сильные стороны, слабые стороны. Теперь я понимаю, куда мне двигаться, что мне дальше делать. Не исключаю той возможности, что, возможно, стану директором школы. Я на конкурс приехал без особых ожиданий. Попробовать себя. Но сегодня, по итогам третьего дня, я получил мощнейший заряд бодрости. Я познакомился со столькими умнейшими людьми. Участникам окружного финала в Нижний Новгород приехал пожелать удачи и глава Чувашия. Есть такое выражение. Вообще любопытство и интерес являются фундаментом для того, чтобы достичь профессионализма и высокого стандарта. Очевидно, через эту платформу идет очень большой отбор. Вы самореализовываетесь. А для правительства, для администрации президента, для нас, для регионов, для партнеров этого конкурса это великолепная возможность, наверное, выявить, подобрать, ну и, если необходимо, вырасти тех специалистов, которые нужны. Это так называемый нетфоркинг, где участники конкурса могут обзавестись полезными контактами. Глава Чувашия, единственный из регионов федерального округа, приехал в Нижний Новгород пообщаться с полуфиналистами. Олег Николаев неоднократно отмечал, что подготовка управленцев и лично для него стратегически важная задача. На панельной сессии свободный микрофон и шквал вопросов. Главе региона обращались и за советом. Есть ли у вас ваши личные какие-то методы, способы, как вы настраиваетесь на каждый день? Я сейчас вам могу сказать, что я там каждый день сижу в медитации, там, на голове и так далее. И вы все поверите, вы же не знаете меня. Да я этого не скажу, я этого не скажу, я вам честно отвечу. У меня летом пробежки, зимой лыжи, плавание. Олег Николаев отметил, что у полуфиналистов конкурса уже открываются большие пути. Так каждого из них могут включить в кадровый резерв управленцев. Из кадрового резерва, соответственно, дальше формировываются, как все эти официальные штатные единицы заполняются, либо заполняются коллеги, общественные советы, экспертные советы. Я назвал ряд позиций, на которых работают наши полуфиналисты, есть суперфиналисты. Надеюсь, и дальше эта практика продолжится. Сейчас в органах власти республики работает больше всего молодых людей. Такие данные тоже озвучили на панельной сессии. Система госуправления, отметил глава региона, требует постоянной трансформации. И в этом тоже могут быть полезны навыки участников проекта. Именно вот эти процессы, трансформации кардинальные и достаточно быстрыми темпами, они запущены за последние годы и сейчас прям активно в фазе реализовываются и соответствующим образом внедряются в жизнь. У нас сейчас прям требование очень жесткое каждому органу, вернее, исполнительному органу и муниципалитету ежеквартально запускать не менее одного проекта на трансформации. Повторяться нельзя, разное. И таким образом мы, получается, ежегодно трансформируем примерно пару десятков процессов. Суперфиналистам глава региона пожелал успехов. Лидеров России должны определить в феврале следующего года. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Национальное телевидение. Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова